Привет всем! Это третья часть нашей конференции, где специалисты делятся своим опытом по лечению ковида. Я надеюсь, вам были интересны первые две части. И сейчас мы послушаем доктора Евгения Ивановича Сасс из Лондона. Я хочу сейчас послушать Евгения Сасса. Я хочу послушать, я уже задавал этот вопрос, о том, что нужно кушать. Не только лекарства нужно кушать, а нужна какая-то нормальная диета, какое питание. Потому что желудок так же важен, как мозги и сердце. Напоминаю, Евгений Сасс, доктор медицинских наук, гастроэнтеролог. Чтобы кратко наметить основные пункты и долго-долго ни о чем не говорить. Первое, я всегда начинаю с этого, а, по ремдесивирую. Потому что мы говорили, и театропная терапия полностью согласен с каждой буквой. Поэтому все, не останавливаемся, абсолютно. Второе, на сегодняшний день я обычно говорю, у нас нет и театропной терапии. То есть ремдесивирую, да, если можно было бы, но уже когда поступил, нет. Все, что вот говорили до сих пор, некачественные литературы и статьи, которые публикуют. Их надо запрещать, их надо, я не знаю уже, что делать. В этой дикой стране свобода слова, нельзя запрещать. И наши тоже. Да, препарат, кроме вреда, не нанес. Это не мое мнение, это мнение самой крупной терапии. 100% Я консультировал клиники по академии. Это огромная выборка, только вред. Ни одному пациенту не помог, абсолютно ни одному. И остальные препараты, которые применяются, вопрос, как это происходит. Это еще более интересный вопрос. Мы встречались осенью, когда только была вспышка, как раз было у нас общение. Я говорил, что это, не знаю, как это объяснить. 3 марта совет экспертов. Наши китайские товарищи, это 2020 год, они делятся опытом. Говорят, ВОЗ запретил дексаметазон. А мы начали использовать его офф-лэйбл. Я тоже не согласился с этим. Вот. Потрясающий результат получили. И дальше полгода все равно ВОЗ запрещает дексаметазон. В академии мы собирались к консилиуму, всем назначали его офф-лэйбл и получали хороший результат. Вот моноклональная антикила. Потрясающе хороший результат. Но я бьюсь, никто не дает ответ. Просто когда встречаются специалисты, они согласны. Почему это происходит? Я думаю, просто деньги. Ничего тут не имеет такого. Деньги просто движутся. Ничего лишнего. Only money. Из 100 тяжелых пациентов моноклональные антикила помогут 4-5%. Действительно помогут. Но только 4-5. Они стоят безумные деньги. Вопрос, почему мы не разработаем протокол, кому давать? А зачем? А давайте всем. Всем нам дадим. Это же фирма заработает баснословные деньги. Спасем 3 или 4 человека. И все. Остальные им они не нужны. Вы знаете, что в принципе отдаленные последствия моноклональных антикила это гораздо гораздо хуже, чем все, что могут придумать антипрививач. Поэтому я очень такой категоричен сейчас. Но я хочу сказать, что надо действительно очень жесткие протоколы. С одной стороны, я против протокола. Например, ноябрь 2020 года полная доза антикогулянтов спасает жизнь. Еще до реанимации. А протокол, американская ассоциация принимает, что нельзя полную дозу. И говорят, ну мы уже приняли, а вот получили данные, что оказывается мы не правы. Но протокол уже есть. Поэтому с одной стороны нет. Но с другой стороны, без протокола. Я вам скажу, что сейчас творится вакханалия. Я специально посмотрел в российском протоколе 39 препаратов для лечения коронавирусной инфекции, которые в принципе не помогают. Ну то есть мы не назначаем. Ну то есть пациенту морально легче. Я тоже болел. И тоже когда у меня была дышка и в общем-то задыхаешься, понятно, что организм борется, но хочется чем-то помочь. А понимая, что нечем помогать. То есть вот я сделал все. А противовирусного препарата нет сегодня. Это обидно. Я готов, не знаю, попить воды, попить водки. Если кто-то обращается, даже принять какую-то пилюлю. Если морально меня она успокоит. И на этом сейчас играю. Зарабатываю деньги. Поэтому я, с одной стороны, против протокола. Но должно быть жестко, научно, обоснованно. Мы должны понимать. Мы даем точка приложения. Ибупрофен. Кто-то когда-то сказал, что ибупрофен повышает помекновение. Кто когда сейчас пытается разобрать. Как в том анекдоте. Сказал тот, кто на этом деньги сделал. Да. Осадочек остался все равно. Не нашли, кто это сказал. Но очень много даже специалистов мне говорят. Ну, слушайте, ведь написал уважаемый журнал. Значит, что-то было. Говорю, не было. Он говорит, не, ну я не видел. Не было. Они же написали. Это масса. Даже не будем это обсуждать. Это слишком будет уже в полемику идет. Что делать? Нет, доктор, ваша рекомендация по диете. Рекомендации. Смотрите. На самом деле, вот была 30 июня как раз большая конференция. Уже по пусковидному состоянию. И пришли к тому, что действительно, хотя бы как минимум при биотике на стадии болезни все необходимо применять. Точка приложения на вирус не действует. Красными большими печатными буквами не действует. На что действует? При вирусе идет поражение микробиоты. Есть и прямое, посредственно с антибиотиками. Мы улучшаем. И за счет этого, я бы сказал, такой эффект, как со статинами. Работают через 2-3 недели и так дальше. Но если мы надеемся, что пациент из реанимации пойдет дальше жить, то мы статины назначаем. Точно так же и здесь. Вот это такая отдаленная перспектива, но это необходимо. Возможно, про биотики более быстрый эффект, но надо изучать. Опять же, надо не просто лишь бы какой заработать деньги, а конкретные штаммы указывать. И тогда мы получаем какой-то эффект. Вопрос. Кто-то знает, влияет ли ковид на микрофлору желудка? Делали какую выборку? Легкое течение без антибиотиков, когда только аккрумент ПВП вообще не назначалось. И непосредственно вирус действительно изменял микрофлору, при том очень хорошо. Но если кровообращение меняется, то, конечно, и флоры меняются, закономерно. Ну и, соответственно, очень простой такой случай, что он реально повышает проницаемость кишечника. И, собственно, давайте так, я скажу прямым текстом. Если кишечник становится очень проницаемым, все, что у нас есть в кишке, идет в кровь. То есть это дополнительный такой мощный, хороший источник, который мы подбросим в кровь, с чего мы там говнецаем. И из крови в кишечник, обезвоживание в том числе. Да, да, да. То есть это обоюдный процесс, очень активный и очень хороший. Спасибо. У нас такая команда сегодня. Это супер, ребята. А давайте заканчивать и приготовьте все по анекдоту. И мы обязательно продолжим через несколько дней. Я так хочу именно со всеми с вами собраться. Я думаю, что сегодня хорошая тренировка получилась. Гриша, пожалуйста, очень коротко и в конце анекдота. Я скажу очень простой анекдот. Нет, подожди. Перед анекдотом пару слов, что ты слышал сегодня. Ну, я услышал мнение уважаемых специалистов. И всем ясно, что ничего никому не ясно. Так нельзя говорить. Анекдот такой, что главный врач больницы одного подмосковного города, не буду фамилию называть, имя города, сказал, что он считает ковид геноцидом армян. Потому что все армяне имели очень тяжелое течение болезней. Пожалуйста, Саша Моисеев. Саша Моисеев сейчас не говорит анекдоты. Мы ему даем один или два. Пожалуйста. Я для начала одно замечание сделаю в продолжении того, о чем мы перед этим говорили. Надо запомнить одну простую истину, которой я всегда руководствуюсь, несмотря на свою специальность, очень агрессивную. Лечение не должно быть никогда тяжелее, чем болезнь. Вот это надо помнить. А теперь, что касается анекдота. Ну, это про антималерийные препараты. Знаете, какое лучшее следствие от кашля? Пурген. Чего не кашляешь? Боюсь. Отлично. Хорошо, Саша, я должен прощаться. Не, не, Саша, одну секунду. Две минуты. Ты же самое интересное пропустишь. Элла, ваш анекдот. Ну, да. Анекдот, пожалуйста, очень быстрый. Самое лучшее лекарство от духовной боли – это топор. Гильотина тоже, гильотина тоже. Ну, гильотина. Поэтому я просто хочу сказать спасибо вам всем, что вы собрали такую замечательную команду, что мы услышали самые разные мнения по поводу этой эпидемии. Ну и, конечно, хотелось бы услышать еще и что-то еще, так сказать, сказать из того, что у нас есть. Но самое главное, господа, включаем голову и делаем ресортировку всего того, что мы знаем. Для этого эти встречи. Для этого эти встречи. Прекрасно. Евгений. Спасибо. Сара, вы согласны взять мужья Моисея, жизнь с ним, богатство и бедность в болезни и здравии, пока смерть не разучит вас? Да, нет, нет, да, нет. Алекс Савченко, куда же ты хотел слинять? Подожди, куда ты хотел слинять этот анекдот? У меня хард-стоп, у меня следующее дело через полторы минуты. Анекдот быстро говорит. Во-первых, я очень благодарен, что можно было пообщаться с умными людьми и что получена информация. На самом деле информация по количеству накапливается. Спасибо, взаимно. И накапливаются данные, которые потом можно прикинуть, и что с ними делать. По рим-де-севиру, по проницаемости стенок желудка, по ситуации действительно с водой и всему остальному. Это все очень важно. Есть комментарий. В России спутник состоит из букв, из которых можно составить слово Путин. Поэтому спутник точно должен... Ну и вот так, ушел от одного, пришел к другому. И это самое противное, что это не анекдот. Это самый анекдот. Это не анекдот. Люди в это верят. До свидания. Я тоже выходил. Нет, одну минуту, у меня анекдот. 30 секунд. 30 секунд. 30 секунд анекдот. Вот так вот все в мире происходит. Сэм, ну и так человека в неудобное положение, его бежать, может, у него там студентов 50 человек ждут. В аудитории. Мы же не знаем. Идет обход. Очень палата, там очень серьезные все люди лежат. Кремлевская больница. Доктор одному говорит так. Иванов, мы вас будем еще обследовать. Так что приготовьтесь к обследованиям. Петров, вам будем MRI делать. Будем делать CATSKIN. Будем вам все делать. Приготовьтесь. Сидоров. Вам вот мы прописали новые лекарства. Мы думаем, что вы скоро выздоровеете. О, тут Рабинович. Рабинович, вы самый счастливый из этих людей. Почему? Вот вы скоро встретитесь со всеми своими родственниками. Анекдотов еще много, но боюсь, что затянется до утра. Все, ребята, было прекрасно. Счастливо. Спасибо. 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 Всем здоровья. Спасибо. До свидания. До свидания. Пока. Ну я был бы не я, если бы я не создал продолжение этой программы. Да, да. Это вообще. Вот это называется хронические процессы. Саша только что определился, у меня Альцгеймер начался. Нет, я не сказал, что Альцгеймер. Нет. Это я сказал. А сейчас для тех, кто любит юмор и сарказм, посмотрите обязательно четвертую часть, и вам захочется жить. Продолжение следует. Продолжение следует.